Здравствуйте, Ивана! В общем, вы уже давно на сегодняшний день вы получили мастер, которые вы получили в первую очередь в 18-ю году и хотели бы получить мастер, когда вы получили мастер. Что вы, мастер, где мастер, для того, чтобы вы получили мастер? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что женщина, в первую очередь для того, чтобы была счастливой, она должна быть любви. Я думаю, что каждая женщина с мной согласится, потому что никакие деньги, никакие связи. Ну да, возможно, это принесет немножко счастья на некоторое время, но все равно рано или поздно женщина понимает, что ей нужно быть любимой, нужно любить, потому что, когда женщина любит, она цветет, как весна. А чтобы быть любимой, нужно любить самой, нужно любить окружающий мир, нужно любить всех, кто тебя окружает, даже тех, кто тебя не любит. Тогда тебя будут любить. Если ты любишь, то любят и тебя. И скажи, какие мнения? Женщиной быть очень сложно. Я думаю, намного сложнее, чем быть мужчиной. Это лично мое мнение, правда. Ведь женщина должна всегда оставаться красивой, должна оставаться молодой, должна быть умной, должна быть хитрой. Женщина должна управлять мужчиной, а не наоборот. А для этого нужно всегда оставаться в форме. Как внутренний мир должен быть в форме, точно так же и внешность должна быть в форме. Женщина должна поддерживать домашний очаг. Женщина должна уметь делать все так, чтобы дома, там, где она обитает, чтобы все были счастливы и довольны. То есть вся семья держится на женщине. Если она не сможет этого сделать, то, конечно, семья не будет существовать. Так как это самая главная задача для женщины, именно я об этом и говорю, о семье. Я считаю себя очень счастливой женщиной. Несмотря на то, что я не могу назвать свою жизнь очень простой, легкой. Нет, моя жизнь была наполнена очень многими трудностями, которые у меня получилось преодолеть. У меня получалось добиваться того, чего я хочу. И, наверное, это и делает меня счастливой. Меня окружают верные друзья. Меня окружают очень приятные люди. Меня любит моя семья. Каждый день я стараюсь сделать их счастливыми. Свою семью, маму, папу. У меня это получается, поэтому я счастлива. Ну и, конечно, моя работа. Без этого никуда. Без работы жить я никогда не смогу. По-настоящему счастлива я, когда я стою на сцене, пою для зрителей свои песни. Но я очень рада вам сказать. Вы знаете, что у меня есть русский ночи, а у меня есть маленький ночи? Я что-то среднее между армянской и русской. Все-таки, да, очень большой отпечаток на меня остался, потому что я выросла в России с самого детства. Я не могу сказать, что у меня были какие-то... У меня мои родители, они строгие были, но в меру строгие. То есть менталитет у меня все-таки русский, а не армянский. Не могу сказать то, что я сейчас пытаюсь измениться. Или я буду меняться. Потому что я сейчас нахожусь здесь и живу здесь. Нет, я всегда останусь такой, какая я есть. Меняться я не собираюсь. И большой показатель для меня, что меня полюбили именно такую, какая я есть. Изначально меня представляли и показывали не другим человеком, а таким, какой я на самом деле. А раз меня полюбили, значит, не такая уж я и плохая. Значит, в принципе, можно остаться такой же и не думать о том, что мой менталитет отличается от местного менталитета. Да, я хочу очень много детей, я хочу пять мальчиков, хочу одну девочку. Я не думаю, что только у армян есть много детей и большие счастливые семьи. Нет, я не представляю сейчас, какой у меня будет муж. Меня часто спрашивают, ты за армянина выйдешь замуж? Или ты за кого-то другого, или за русского, или за африканца, видишь? Я всегда отвечаю то, что я выйду замуж за человека, которого полюблю. Который сможет сделать меня счастливой. И не имеет значения какой он будет национальности, какой веры. Если у меня будет взаимопонимание с этим человеком полное, если мы сможем друг друга дополнять, сделать счастливыми, то почему бы и нет? И сколько бы со мной не воевали и не уговаривали меня, ты армянка, ты должна выйти замуж за армянина. У меня никогда не будет такой программы, и я не буду присматриваться именно к армянам. Мужчина, который сможет покорить мое сердце, забрать его себе. Вот с этим мужчина едет правду всю свою жизнь, и я счастливлю его кучу и кучу детей. Я вообще по-натуре очень не сентиментальный человек, и раньше, много лет назад, может быть 5-6 лет назад, мне делала это большую боль. И сплетни, как я обижалась, я не могла понять, почему меня не любят некоторые. Знаете, у каждого человека есть внутри, хочется, чтобы любили все. Но когда выработался иммунитет к этому всему, когда я понимаю то, что даже зачастую люди плохо говорят не потому, что они не признают твоей красоты, твоего таланта, твоей жизни. Просто потому, что они понимают, что они сами этого не могут в жизни добиться. Хотя я считаю, что каждый может. Я всегда говорила о завистниках так. Вместо того, чтобы завидовать кому-то и лить грязь на жизнь и на человека, постарайся стать таким, как он. Постарайся стать, сделай себя лучше. Почему-то я никогда никого не ненавидела и у меня не было никому зависти. Потому что я все время работаю над собой. Поэтому я к сплетням не прислушиваюсь. Мне абсолютно наплевать, что говорят люди плохого обо мне. Что правда, что неправда. Это моя жизнь и я ее живу так, как я хочу, а не так, как хотят другие. Когда я буду умирать через много-много лет, я скажу, черт возьми, я эту жизнь прожила счастлива, а не фразу такую, но не скажу фразу, я прожила так хорошо, что всем понравилось. Вот это мысль, которая ведет меня по жизни. Я хочу быть счастлива в первую очередь, я буду счастлива. Ни от кого это не будет зависеть, кроме меня с вами. Анаэль Мартлина Лёв, слава Лёв горцунай Витян. Есть ли артик Амзнака Кианкум на эрхаснэль-хаджугуционарий, инш горцунакам в Майкасэль? Трудно, очень трудно. Трудно найти баланс между карьерой и личной жизнью. Это ни для кого не новость будет, все артисты, я думаю, с этим имеют проблемы. Женщины, не мужчины. Но мне кажется, что пока Бог дает возможность работать, нужно работать. Форсировать счастье в личной жизни, именно счастье в личной жизни, мне кажется, это не нужно делать. Когда суждено, тогда и встретится человек, и он примет тебя такой, какая ты есть. Потому что в моем случае проблема в личной жизни, она была всегда связана исключительно с карьерой. Я никогда не хотела отказываться от сцены, и люди не могли с этим смириться просто. Поэтому нам приходилось расставаться. Ну, пока на сегодняшний день между карьерой и личной жизнью я выбираю карьеру. Видимо, просто еще не нашелся этот самый человек, который сможет заставить меня обратить внимание на него более чем на сцену, на мою работу. Скажем, о знакомке Анкунку по пути на Эфганзе звать? Нет, у меня нет изменений никаких в личной жизни. Я свободна, я полностью погрузилась в работу, и мне безумно это нравится. Я сейчас чувствую себя самым счастливым человеком на свете, потому что у меня есть возможность записывать новые песни, клипы, общаться с вами и радовать как-то своих поклонников новостями. Поэтому пока ничего нового. Я возвращалась в Ереван потому что очень узнала, потому что хочу работать здесь. Потому что у меня на самом деле грандиозные планы, которые даже пока еще не умещаются в моей голове полностью. Я хочу сольный концерт, очень большой, очень красивый, грандиозное шоу хочу устроить. Я планирую через год. Можно было бы раньше, но к хорошему концерту нужно очень долго готовиться. А готовиться я хочу именно здесь. Песни на армянском языке, которые я буду записывать. Я хочу записывать именно в Армении, потому что лучше, чем армянин, находящийся и живущий в Армении, никто не запишет. Я могу поехать в Москву, могу поехать в Лос-Анджелес, дорогущие студии. Да, это будет красиво, это будет качественно, но армянского этого мотива, его может такого красивого не быть, как можно его создать здесь. Клипы я буду снимать. Первый клип на «Песню Армения» будет, конечно же, снят в Армении, поэтому подготовка ведется сейчас именно здесь. Да и вообще, честно говоря, Москва мне немножко поднадоела для жизни, и я решила взять себе небольшой отпуск от Москвы. Здесь потрясающие люди живут, здесь шикарная погода, здесь позитив в воздухе видать, я не могу это объяснить, меня тянет сюда. Да, я поеду в Москву, у меня будет там работа, и буквально через две недели я вернусь обратно, я увижусь еще с мамой и с папой. Я вернусь обратно, и я уверена, что когда я буду находиться там, я буду скучать по Еревану, потому что за полгода проживания здесь я уже очень привыкла к этим улицам, к общению, ко всему этому. Я не знаю, наверное, я еще очень долго буду здесь находиться и жить. Иск, это еще арочарка стана горс нога на артеш грун, как она гайдага бы на фейрун? Сложный вопрос, честно говоря, потому что бывают разные условия работы, на разный срок, например, это может быть на два месяца, может быть на год, а может быть и больше. Поэтому пока что в такие ситуации я не попадала еще. Я езжу работать за границу только на несколько дней, возвращаясь угадой. Когда мне сделают это предложение, если мне сделают такое предложение, конечно, я буду отталкиваться от того, насколько оно будет интересно. Если оно меня очень сильно заинтересует, если я увижу для себя какую-то выгоду, то, возможно, я соглашусь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.